Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. Сегодня состоялось первое в новом году заседание Совета депутатов Щелковского района. Работа представительного органа власти сегодня тема нашей передачи. Я представляю вам гостью с большим удовольствием Надежду Владимировну Суровцеву, председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района. Здравствуйте! Здравствуй, Ирина! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы работаем в прямом эфире, я напоминаю. Можно нам звонить в студию 56 714 40 714 50. Звоните, задавайте вопросы. Ближайшие минуты примерно 50 в вашем распоряжении. Ну, начинаем. Вот вы расскажете, как начался новый рабочий год у депутатов. Ну, депутаты после каникул, новогодних, рождественских вышли и практически сразу у нас заседание проходит по вторникам и заседание Совета депутатов и заседание постоянных комиссий. Мы приступили к выполнению плана работы, потому что на самом деле это не спонтанное, так сказать, действие. У нас в декабре месяце мы утверждаем Советом депутатов план работы, вешаем его на сайте, где определены основные вопросы, которые мы потом рассматриваем на протяжении всего года. Конечно, есть вопросы, которые выносит нам администрация, которые требуют решения. В основном это функции контрольные, контроль за исполнением бюджета, это функции разработки и принятия нормативно-правовых актов, если такое требуется, или просто нормативных актов. Также мы заслушиваем информацию по реализации программ, из которых состоит бюджет. Это вот основные направления деятельности Совета, ну, как такого коллегиального органа. Ну, и плюс еще депутаты работают сами в своей депутатской деятельности. Ну, а сегодня у нас было заседание Совета депутатов, первое в этом году, а вообще оно по счету 69-е, если говорить, с начала работы Совета депутатов нашего созыва. Это 69-е заседание. Сегодня было, мы рассмотрели 10 вопросов. Все вопросы, ну, касались нашей повседневной жизни, то есть это был, допустим, протест прокуратуры, потому что привести нормативные акты и правовые акты в соответствии с измененным законодательством. Это были вопросы передачи имущества из ведения района в город Щелково, конкретно спортивная площадка в Щелково-7, для того, чтобы она обслуживалась, была передана, нами было принято решение. Было принято положение о специальном маневренном фонде. Это положение регулировало действия администрации в случае предоставления именно жилья в маневренном фонде. Это в случаях, когда люди, ну, к примеру, не дай бог, да, там, Погорельцы или какие-то еще другие ситуации, то вот это положение тоже было принято. Также, как бы, я читала специэтам депутатов, у нас есть такая функция, когда раз в квартал я по цифрам, как бы, депутатам предоставляю информацию, сколько было проведено заседаний, какие вопросы рассматривались, как работали комиссии и так далее и тому подобное. Ну, вот основные вопросы, которые сегодня мы рассматривали на заседании Совета депутатов. Спасибо. Ну, сегодня в директором роде ваш отчет тоже, но, конечно, не в такой форме, не в таком масштабе, как перед вашими коллегами, но мы с вами обязаны поговорить об итогах года ушедшего. Все, наверное, охватить невозможно, но я вас попрошу назвать хотя бы основные решения, самые ключевые, касающиеся жизнедеятельности района, которые Совет депутатов принял за прошлый год. Ну, наверное, о бюджете речь пойдет прежде всего. Ну, вы знаете, у нас за 2017 год, конечно, были приняты очень важные решения. Это решения, которые касаются бюджета. Это решения, которые касаются изменения структуры местного управления. Вы знаете, что мы в 2016 году внесли изменения в устав Щелковского района, согласно действующему законодательству. А в 2017 году я перешла на должность председателя Совета депутатов, сложив в себя полномочия главы. А Алексей Васильевич Валов по конкурсу был решением Совета депутатов назначен на должность главы Щелковского муниципального района. Я считаю, что это, в общем-таки, важные решения. Ну, кроме этого, внесение изменений в устав, чтобы приводить его в соответствии с изменяющимся законодательством. Жизнь, она не стоит на месте. И, конечно, я считаю, очень большой такой крупный блок вопросов, который пришелся на конец календарного года, это принятие генеральных планов всех поселений Щелковского района, принятие изменений в схему территориального планирования Щелковского района и также правила землепользования и застройки как всех поселений, так и поселения Огуднево, где генплан был принят в 2012 году депутатами этого поселения. Мы принимали правила землепользования и застройки. Это большой, объемный блок, и депутаты работали вообще очень активно. Вообще, я могу сказать, что у нас... Можно перебью, мы с вами поговорим о генпланах, наверное, сейчас вот подробнее, потому что они же не разом все принимались постепенно, и было это непросто. Давайте мы посмотрим фрагмент репортажа о заключительном по прошлому году заседании, как раз его принимали генпланы Монина и Щелкова, и потом вы прокомментируете, что сочтете нужным. Хорошо? Тогда смотрим. Одним из основных вопросов последнего в этом году заседания Совета стали генеральные планы развития городских поселений Щелкова и Монина. Депутаты подробно рассмотрели результаты публичных слушаний, в том числе замечания, высказанные жителями. В городе Щелково они коснулись развития транспортных маршрутов и пешеходных зон. Десять замечаний были реализованы, то есть изменены были зоны и внесены были такие существенные, я считаю, для жителей изменения, как, допустим, реализация не автомобильного, а пешеходного моста в продолжении улицы Пушкина через Клязьму, также установка пешеходного моста в продолжении улицы Зубеева. Такие решения, как в Щелково-7 заменить зону многоэтажной жилищной застройки под зону, которая предполагает все-таки размещение там молодежного или культурно-досугового центра и зоны отдыха. При рассмотрении генплана городского поселения Монина особое внимание уделили замечаниям жителей касательно расположения следственного изолятора, который планировали разместить на землях Московской области, по мнению населения бывшего военного городка, слишком близко к излюбленному месту отдыха жителей. Нам удалось доказать совместно с администрацией главой, что вокруг озера должна быть обязательно рекреационная зона, и максимально проработать вот такие пошаговые решения для того, чтобы зона следственного изолятора была отнесена как можно дальше от озера. Будет сейчас администрация искать комбинационный участок под эту зону. В соответствии с утвержденными генпланами были внесены изменения в схему территориального планирования Щелковского района, а также утверждены правила застройки и землепользования поселений Монина и Щелково. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково. Спасибо. Я знаю, что когда вы перед самым Новым годом приняли заключительные генпланы, строительный комплекс, наверное, выдохнул к совлегчениям, потому что ждали давно, и депутаты упирались, не принимали с первой попытки. На комиссиях много обсуждали. Что-то добавить к тому, что вы сказали сейчас в репортаже? Ну, прежде всего... Какие-то нюансы, которые туда не вошли. Да, что в декабре 2014 года, 30 декабря 2014 года, постановление правительства Московской области было принято, и потом редакционные изменения были также в декабре 2017 года, об утверждении положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области, направление их на утверждение представительные органы местного самоуправления муниципального района городского округа. Также постановление было правительству Московской области об утверждении порядка подготовки согласования направления проекта правил землепользования и застройки поселения, городского округа и так далее. Но Совет депутатов это заключительная инстанция. Нет, я просто говорю о том, что мы работали, начиная с 2015 года, именно согласно этим документам. Согласно этим документам очень четко регламентирована была разработка генеральных планов, потому что это работа не одного дня, поверьте мне, это очень тяжелая работа. Разрабатывались техническое задание, в которое отыгрывался конкурс на то, кто будет разрабатывать генпланы. И мы уже потом видели результат. Естественно, что этот результат после прохождения публичных слушаний был направлен в Совет депутатов. И Совет депутатов рассматривал на комиссии некоторые генпланы. Вот так, допустим, Монина мы несколько раз рассматривали. Отправляли на работку, на возможность изменения каких-то зон. Максимально старались, максимально, не все возможно, но максимально старались учесть мнение тех жителей, которые обращались в Совет депутатов. Где-то это получалось, где-то, может быть, не совсем. Но дело в том, что нужно тоже понимать, что генплан – это не документ, который, если приняли, то все, он не меняется. То есть вот в этих документах, которые я сказала, здесь написано, что может быть инициировано внесение изменений в генплан и в правила землепользования застройки. И эти изменения могут инициировать как, допустим, органы местного самоуправления, администрация Щелковского района, так могут инициировать и физические, и юридические лица, которые обращаются в глав архитектуру с такими предложениями по изменению в генплан. То есть надо понимать, но, с другой стороны, без документов вот такого территориального планирования очень сложно потом вообще каким-то образом рассматривать стратегию развития района, поселения в том числе, определение исходных показателей, к чему мы дальше через какой-то промежуток времени придем. Потому что генплан – это же не просто какая-то графическая редакция. Это очень большой описательный блок, где подсчитываются все нормативы. Согласно нормативам, хватает ли таких или иных учреждений. В общем, очень большой документ. Но не только где что построено будет, а еще и рассчитывается, где должно быть и сколько. Депутаты, я считаю, что они очень ответственно отнеслись. Причем, вы знаете, при приемке генпланов были такие моменты, когда, допустим, к нам обратилась инициативная группа сельского поселения Медвежо-Озерская. Именно на комиссии депутатских, на совет депутатов, на комиссии, которые увидели, что в генплане была изменена зона между Щелковским шоссе и Новым городком, где у них небольшой такой лесной массив. Это зона места, зона рекреационной, была изменена на общественно-деловую. Жители обратились. То есть предполагалась застройка. Да, и после этого мы точно так же обратились в администрацию. Администрация тоже нас поддержала для того, чтобы все-таки на генплане эта зона была как рекреационная. Мы, в общем-то, внесли такие изменения. Вот жители обращались по генплану города Щелково. Это когда в районе, будем говорить, Бахчеванши, на другой стороне, ближе сюда, к Звездному городку, планировалась зона под кладбище, жители обращались. Конечно, вопрос спорный, понимаете? Потому что сегодня мы, извините, что это перепрыгиваю, с Алексеем Васильевичем были на конференции ветеранской, нашего Совета ветеранов, которые ставили вопрос о том, что в Щелковском районе необходимо уделить особое внимание обустройство новых кладбищ, новых мест захоронения, потому что это наша все равно потребность, жизнь для нашего района. Поэтому, естественно, будут искаться эти места. Ну и Монина вот только что в сюжете мы это увидели. В Анискино обращались... Да, тоже спорная территория, которую... Да, да, да. В Анискино обращались предприниматели, то же самое там необходимо было заменить, допустим, там СХ-3 на СХ-5 и так далее, такие вот зоны. Мы это дело рассматривали. Внимательно очень рассматривали генплан городского поселения Щелково. Приглашали депутатов городского поселения Щелково, поскольку они, работая в округах, более плотно работают с жителями и лучше, может быть, вот прям вот на местах знают эту ситуацию. Но максимально постарались учесть, если что-то не учтено, я еще раз обращаюсь к жителям и говорю, что генплан – это не такая вот догма, которая не меняется вообще. В связи с тем, что меняется наша жизнь, могут быть внесены изменения в генплан. Вот сейчас нам предстоит, так сказать, утвердить нормативы градостроительной деятельности, то есть градостроительного регулирования, которые будут определять при уже застройке, какие должны соблюдаться нормативы при определенном количестве, допустим, построения квадратных метров в жилой площади, какие должны быть по социальным объектам и так далее. Вот это еще нам предстоит тоже в этом году, в ближайшее время. Мы уже рассматривали на комиссии, кстати, сразу после Нового года, но отклонили, отправили на доработку, чтобы все-таки по поселениям посмотрели еще с главами поселения, это все внимательно, и будем на Совете депутатов рассматривать и принимать. То есть работа очень большая. Спасибо. А еще один вопрос тоже, который мы рассматривали, это, вы знаете, что одна из самых проблем нашего города, но и района в том числе, это объезды, восточный и западный объезд, это наши хорды. И вот здесь у нас тоже самое, одна из дорог на схеме территориального планирования на гемплане шла вдоль улицы Рудакова, практически по улице Любимой, где достаточно большая застройка. Поэтому мы здесь тоже обратились, и архитектура даже подсказала нам, как можно изменить немножечко направление этой трассы. Мы обратились с тем, чтобы разработать это изменение. Спасибо. Можно я вас еще спрошу все-таки о бюджете? Депутаты уже очень любят глубоко вникать и обсуждать, кому сколько. Несколько лет уже бюджет у нас формируется по программному принципу и распределяет средства по программному принципу. По вашим наблюдениям, насколько это эффективно? Может быть, какую-то динамику расскажете? Как программы финансируются? Кому больше, кому меньше? С каждым годом, может быть, что меняется? Ну, нужно понимать, что согласно полномочиям, у поселений свой бюджет, у нас свой бюджет. И советы депутатов, это, конечно, их главная задача. У нас бюджет, который составляет, ну, немногим больше, я имею в виду, по доходной части, немногим больше 6 миллиардов. Это 6 миллиардов 72 миллиона рублей. И практически 50% этого бюджета – это бюджетные трансферты из бюджетов других уровней, то есть федерального и регионального бюджета. Собственных доходов у нас порядка где-то 50%, то есть 3 с небольшим миллиард. Вот эти вот сети средств, они делятся по программам. И, конечно, если посмотреть на структуру бюджета, основная часть средств – порядка 78%, но бюджет трехлетний мы принимаем, и каждый год – это где-то 77-78% – это образование. Затем порядка где-то около 2%, то же самое немножко там год от году, это физкультура и спорт, это культура, молодежь, каждая из них где-то 1-2%. Если мы все вместе сложим, то получается порядка 85-87% бюджет имеет четко социальную направленность. Это образование, культура, спорт, молодежь. Что касается программ, это очень правильно, потому что программы, четко структурированные программы, они показывают, какое мероприятие программное, какие средства на него выделены, и затем в конце года мы можем четко контролировать, достигли мы тех результатов, для чего это мероприятие в программе было, или не достигли. Если есть какие-то позывы к тому, что нужно изменить направление, то, конечно, в программы вносится изменение. Поэтому программное составление бюджета – это, я считаю, шаг вперед. – Спасибо. Теперь предлагаю поговорить о том, пока мы ждем вопросов, телезрителей позвонят, я надеюсь. Предлагаю поговорить уже конкретно о том, как депутаты контролируют и в том числе выполнение программ, и районных, и областных, но не читая бумагу, документ, а, скажем так, глядя своими глазами. У вас, как мне кажется, гораздо больше стало выездов депутатских, контрольных, приемов. То есть работая вне кабинетов, вне зала заседаний Совета депутатов, и, наверное, это очень здорово. – Ну, Ирина, ты хочешь посмотреть сюжет? – Я хочу посмотреть сюжет, конечно. Я хочу показать, как вы это делаете. И показать на конкретном примере. Одна из программ, которая активно работала в прошлом году и работает, это программа «Мой подъезд», «Ремонт подъездов». Ну, наверное, каждого коснулось или коснется каждого жителя, не только Щелковского района, но и Московской области. И вот вы там очень пристально, внимательно смотрели, как, что делают управляющие компании. Давайте смотреть, пожалуйста. Важной особенностью всех работ, которые производились в подъездах на улицах Иванова в доме 13А, на неделе на 13, Комсомольской 2А, Космодебьянской 13 и на Пролетарском 11, было то, что они выполнялись в рамках реализации проекта, который включает в себя по всей области 32 тысячи подъездов и где действует обязательное софинансирование расходов из регионального бюджета. Ремонтировали их за счет собственных средств или софинансирования Московской области? Ремонтировали, да. Мы уже получали средства? В процессе оформления, может быть, даже получили. Да, мы все, пакет документов передали уже. Подъезды, где ремонт был выполнен с соблюдением всех необходимых требований, смотрелись, можно сказать, даже празднично. И в этих случаях от жителей депутаты слышали слова благодарности, что, безусловно, было приятно. Однако целью объезда было стремление зафиксировать и те недоделки, которые требовали исправления. Есть, конечно, управляющие компании, которые произвели свои работы, и эти работы оставляют желать лучшего по ремонту подъездов. Поэтому всю эту информацию мы, конечно, отдадим соответствующие органы администрации, для того, чтобы они при подписании договора, при приемке работы, обязательно учли мнение депутатов. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо коллегам за работу. Вот так вот оно было. Но не только подъездами вы с коллегами интересовались. Знаешь, Ирина, я бы с чего начала? Я бы начала с того, что, конечно, мы с сайтом депутатов, я пришла, я же пришла из исполнительной власти фактически, вот, и мне хотелось внести какие-то новые формы работы. И поэтому мы стали делать депутатские выезды, они были контрольного характера и ознакомительного характера. Помнишь, еще год назад мы знакомились и два года назад с предприятиями Щелковского района, старались показать это жителям. Вот эти вот выезды, как, например, которые мы увидели, это выезды такого контрольного характера. Так вот, ведь депутаты нашего федерального собрания и депутаты региональные, благодаря решению у них есть обязательная неделя, в которой они работают в регионах, допустим, федерального собрания. Наши депутаты Московской областной думы, они вообще как бы каждую неделю практически работают, но одну неделю обязательно они должны работать на местах. Так вот, совместно с депутатами, порой областными, федеральными, мы проводили такие выезды или отдельно. Что касается, допустим, того выезда, который мы делали по контролю за программой ремонта подъездов, в Щелковском районе в этом году практически тысяча подъездов была отремонтирована. Это была программа, которую Андрей Юрьевич Воробьев заявил по просьбам жителей, именно жителей. Жителям надоело жить в грязи и в неудобстве в подъездах. И поэтому, конечно, управляющие компании, которые взялись за ремонт подъездов, я считаю, что их работа нуждалась в контроле. Причем эти объезды мы проводим не только депутатами районного совета, мы приглашаем на эти объезды депутатов тех советов, поселений, в которые мы выезжаем. Но если говорить вообще по тематике, то она достаточно широкая. Мы смотрим, вы на кладбище выезжали, и, помнится, все очень удивились, потому что после 9 мая вы так раз и выбрали эту тему. Но если говорить, мы ведь не только выезжали, мы выезжали на кладбище. Мы смотрели за эффективностью использования имущества. Вот представьте, администрация приходит к нам и говорит, допустим, давайте передадим имущество в городское поселение Щелково. Ну вот вы сегодня передавали, да? Нет, до этого был достаточно большой имущественный блок. Вот. Депутаты не приняли решение на комиссии, сказали, давайте мы выйдем и посмотрим, как это имущество может быть использовано. Когда у нас администрация, допустим, отчитывалась о содержании кладбищ, о том, как расходуются деньги, депутаты выехали и посмотрели, поскольку есть на депутатских приемах определенные обращения жителей. Вот. Мы посмотрели за этим. Что еще было, кроме состояния кладбищ? Если, допустим, летняя оздоровительная кампания у нас начинается, то мы обязательно выезжаем и проверяем, каким образом идет ход нашей летней оздоровительной кампании. Как ремонтируется школа к новому учебному году? Соответствует ли это все условиям безопасности? Мы проверяли ремонты дорог, мы участвовали в проверке организации в нашем городе и районе доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть таких выездов за год было, наверное, около 20. То, что больше 15, это 100%. Ну, каждый месяц и еще и не по одному, да? Да, да, да. Я посмотрела, вот в каждый месяц один-два раза у нас обязательно выезды. Если, допустим, была проблема с карьерами родоуправления, мы выехали вместе с городскими депутатами, чтобы посмотреть. Причем не просто выезды. У нас в 2016 году были сигналы о том, что там производится несанкционированная свалка мусора. Мы выезжали туда в 2017 году, мы выехали еще раз посмотреть, потому что администрация доложила, что эту свалку как бы ликвидировали. То есть работа ведется, работа живая. Потом мы встречаемся, мы же не просто выезжаем с сотрудниками администрации, мы встречаемся с жителями. Если, допустим, было благоустройство и установка детских площадок, выехав с депутатами, мы встретились с жителями на этих площадках, спросили, что их устраивает, что не устраивает. От жителей именно получили информацию, что, допустим, площадки, которые установлены были в прошлом году в городе Щелково, требуют все-таки специализированного покрытия все. Потому что ряд площадок были установлены с покрытием с резиновым, ряд нет. С нами были городские депутаты. Я считаю, что работа, вот именно такая нужная работа идет по выезду. – Спасибо. Продолжаем разговор о том, о чем вы уже упомянули. Это одно дело вы их или посмотрели, другое дело к вам люди пришли. Депутатские приемы. Вы работали совместно и работаете. Совместно с депутатами федеральными и областными, и местного уровня, городского, депутатами поселений. Выезжаете тоже. Я уже сбилась со счета. Наверное, два раза в месяц, если не каждую неделю, куда-то вы выезжаете, и проводите приемы, к вам приходят люди, обращаются с какими-то вопросами. Вот какие вопросы требуют такого комплексного, скажем так, рассмотрения? И, ну, главное, какой эффект от того, что вот столько депутатов разных важных занятых людей собрались, чтобы рассмотреть какую-то проблему? И удается ли ее решить? Ну, хотя бы, если, наверное, в процентах в 50 случаев получается, наверное, хорошо, да? Посмотри, Ирина, у нас, если говорить о приемах депутатских, то ведь работа депутата, кроме того, что он работает в комиссии постоянно, причем разных уровней, я говорю сейчас как про депутатов Щелковского района, так, в принципе, и про депутатов поселений, да? Работают в комиссиях, заседания совета, но самая основная работа – это встречи с избирателями. И здесь каждый депутат, он как бы, ну, вообще, по идее, он должен вести обязательно прием населения. Прием населения там, где есть приемные данного депутата. Ну, я все-таки еще секретарь местного отделения партии «Единая Россия», поэтому взяла на четкий контроль, таким образом наши депутаты от партии «Единая Россия» ведут прием населения. Прием населения каждый депутат должен вести еженедельный. Но когда на прием населения приезжает, допустим, депутат районного совета, то уже он может помочь в решении вопросов, которые являются полномочиями районной администрации Щелковского района муниципального образования. Если приезжает депутат регионального уровня, а нам, я считаю, в общем-то, повезло, у нас целых четыре депутата в Щелковском районе. Это Иван Николаевич Жуков, который, как я напомню, Монина, Свердловка, это его как раз избирательный округ, это Шапкин Владимир Николаевич, город Щелково, Медвежьи озера, Загорянка, это его избирательный округ, Ирина Эдуардовна Слуцкая, ее округ, это все практически наши сельские поселения в сторону Фрианово, и плюс еще Аниськино. И Иван Николаевич, Николай Иванович, извините, Черкасов, который тоже самое по списку проходил у нас по партийному, который закреплен за Щелковским районом. Все депутаты у нас участвовали в приеме населения. И кроме этого, депутат по линии нашей партии, Владимир Михайлович Коннов, который тоже ведет приемы у нас. И вот депутаты разных... Федеральный депутат. Федеральный депутат. Федерального уровня, да. И разные депутаты, они участвуют в решении вопросов, которые, ну, как бы их уровня решения. Наверное, ну, к депутату федерального уровня обращаться за тем, что, ну, я не знаю, там сломана ступенька у подъезда, это все-таки уровень городского депутата, правда? Но вот с чем к нему обращались? Вы знаете, вот, например, мы к нему обращались по таким вопросам, как создание в нашем Щелковском районе кванториума. То есть такого учреждения дополнительного образования, чтобы дети могли технической направленности, научно-технической мыслью заниматься в этом учреждении. Вот к нему обращались с этим вопросом. Владимир Николаевич Шапкин очень много приемов проводил, помогая людям, допустим, разбираться в вопросах оформления земельных участков и так далее, и тому подобное. Ирина Эдуардовна Слуцкая, вот мы буквально на прошлой неделе с ней проводили прием в Африаново, да, где люди обратились и с вопросами управляющих компаний, и с вопросами ремонта многоквартирных домов. То есть эти вопросы, которые депутаты могут решать на своем уровне. Кроме этого, есть вопросы по организации, допустим, здравоохранения. Это тоже депутаты областного уровня. Они эти вопросы решат, наверное, более быстро. Более быстро скоммуницируют с правительством Московской области, потому что это вопросы их компетенции. Ну а вообще, если посмотреть, где-то, знаете, порядка 60 с лишним, 62-63% вопросов, с которыми приходят избиратели, это вопросы, которые касаются сферы ЖКХ и благоустройства. Но самое главное, вот мы подвели итоги за прошлый год, за 17-й год наших приемов. Больше 50% вопросов нам удалось решить, с которыми приходят жители. Ну потому что иногда бывают вопросы, которые решить сложно. Вот я опять, как живой пример, приведу прием населения Вафрянова. Пришли жители деревни, а эта деревня располагается так, что единственный проезд к следующей деревне и к большому такому полу СНТ, уже давно образовавшихся, которые 20 лет назад там образовались, проходит как раз через их деревню по их улице. Они хотят, чтобы по их улице ехал транспорт. Надо строить объездную дорогу. Совершенно верно. Они попросили о строительстве дороги. Ну, здесь уже Ирина Эдуардовна мы просим присоединиться к тому, потому что это деньги дополнительные. Спасибо. Давайте прервемся на несколько минут на рекламу полезную, а потом вернемся и продолжим наше общение. Хорошо. Возвращаемся в студию программы «Диалог». Спасибо, что остались с нами. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района Надежда Суровцева. Говорили мы о ваших депутатских выездах, депутатских приемах и об эффекте от этой работы. Да. Дело в том, что эта работа, она вообще взаимосвязана. Вот, допустим, у нас на прием, на депутатский прием пришел руководитель клуба «Октант», у которого были проблемы с арендой помещения. Этот вопрос требовал решения. Но для того, чтобы решить его объективно и выступить с какими-то предложениями к администрации Щелковского района, мы совместно с городскими депутатами выехали и посмотрели, каким образом реализуется работа этого спортивного клуба. После того, как мы посмотрели, обсудили, нашли какое-то, на наш взгляд, объективное решение и предложили его администрации. Так мы, допустим, контролировали, выездным образом контролировали реализацию программы «Светлый город». Вы знаете, что в рамках реализации, этой программы у нас за 17-й год, ведь порядка 39 миллионов и больше... 414 опора освещения. Совершенно верно. 14,5 километров линий. Ну, Ир, ну ты вообще специалист в ЖКХ, поэтому мне с тобой даже сложно в какой-то степени конкурировать. Но сам факт. Понимаете, и вдруг депутатский прием. На депутатском приеме обращаются жители и говорят, Надя Владимировна, вот как раз по округу Игоря Владимировича Школьного был у нас прием. По улице Заречной, вот к пешеходному переходу, люди, когда идут из микрорайона Заречной, из микрорайона Солнечной, и они говорят, что переходят все в школу и так далее детям. Там была темная часть этой улицы. Мы обратились о том, чтобы обязательно этот участок был включен в программу «Светлый город» и постарались, чтобы сейчас это реализовано. То есть вот эта взаимосвязь депутатов, которые работают с избирателями на земле, администрации, которые прислушиваются к тому, что говорят депутаты, а порой еще, и очень важен депутатский контроль, потому что это контроль за работой чиновников на местах. Понимаете? То есть вот эта вся взаимосвязь, вроде бы разные формы работы, а дает результат потом при решении вопросов жителей. — Продолжаем разговор о работе конкретных депутатов. Но, наверное, сейчас не о ком-то будем говорить, а обо всем Совете депутатов вместе и по отдельности. Я к тому, что практически все они принимали участие в реализации на территории района каких-то социально значимых программ, помогали так или иначе в ремонте школ, например. Вот то, что вы сказали, продвинули какой-то вопрос. Но и помогали сами, своими средствами, которые выделяются на наказы избирателей. Вот такие какие-то ключевые моменты, самые заметные. Может быть, где-то все вместе собрались и проучаствовали. Или каждый помогает в индивидуальном порядке по обращениям избирателей. — Было принято такое решение, все-таки обращаются избиратели. И порой нужно решить какие-то вопросы точным путем. У нас каждый депутат районного совета на исполнение наказов избирателей в бюджете ему выделяется сумма 250 тысяч в год. Но депутаты районного совета решили, что практически все средства будут потрачены на улучшение материально-технической базы и какие-то там, допустим, ремонтные работы учреждений в основном образования. Образование, ну, там иногда было у нас по физкультуре, спорту, по работе молодежи. Но в основном это образовательные учреждения. Таким образом выделялись деньги на замену окон, выделялись деньги, допустим, на спортивное оборудование. Все зависело от того, насколько мы в бюджете могли данным учить. Потому что иногда, знаете, бывают федеральные средства выделенные, региональные. В нашем бюджете заложены деньги. И не хватает немножко для того, чтобы картина была все-таки более благоприятная. У депутата выделяли деньги. Я знаю, что и в Монине на то, чтобы обустроить забор около детского садика, выделялись средства. И по школе номер 6 выделялись средства на установку пластиковых окон, чтобы закончить дальше остекление этой школы и так далее. Но в основном это все деньги на учреждения образования. Спасибо. А теперь вот о чем мы будем говорить. Даже не мы будем говорить, а говорить будет ваш коллега. Вы попросили, когда мы с вами готовились к эфиру, вы попросили, а мы поддержали с удовольствием рассказать людям об этой инициативе. Потому что действительно неравнодушные люди у нас в районном совете работают. Александр Валентинович Иванов, депутат, он занимается бизнесом. И собственные средства, средства своего бизнеса вложил в реконструкцию старинного, ну старого, ему больше 100 лет, здания, фабричного здания на фабрике Технотель. Совсем вот тут, недалеко от нас. Я предлагаю сейчас нашим телезрителям послушать, что он будет говорить. И послушайте внимательно, потому что там очень интересные вещи. Александр Валентинович рассказывает. Давайте и посмотрим, и узнаем, как и почему он решил это сделать. Я проработал на фабрике 42 года. Вот я здесь с 76-го года. Прожили здесь мои бабушки и дедушки, в том числе здесь. Моя мама здесь родилась. Так проникся историей. Поэтому я хочу, чтобы старый город в нашем городе современном, или места, где люди вкладывали свои руки, голову, свои мозги, свое сердце, чтобы сохранить, и чтобы будущему поколению это здание 1910 года. Но если прибавить, это получается 107 лет. Ну, 108 лет. Основные элементы, которые мы максимально, я считаю, где-то процентов на 95-96 процентов, это сохранение тех материалов строительных, которые здесь были. Кирпич, кирпич весь, он весь 1910 года. Фабрикант Поляков, конечно, в первую очередь построил предприятие, в первую очередь набирал крестьян, которые работали на предприятии. А дальше пошла простая вещь. Он стал создавать социальные условия, которые позволяли бы не удержать, а сделать лучше для тех рабочих, которые работали на предприятии. Это связано, помимо вот этого здания, которое является именно, люди здесь жили, то есть давали квартиры, они 12 квадратных метров были. Я в такой квартире жил, поверьте мне, до 14 лет. Создавались училища было, чтобы рабочая сила как бы более квалифицированной стала. И точно так же больницы были, поликлиники они назывались. И ясли был, и сад. Это 92-93 год было построено. И учитывая то, что мы решили сделать реставрацию здания, которое действительно было построено в 1910 году, наша цель состоит в одном. Что внутренняя отделка соответствовала и современной жизни, но и в то же время элементы, которые существуют нашего, как сказать, даже не старины, наверное, а нашего прошлого, мы соединяем то же самое в орнаменте, так называемом клинкер, который мы специально заказывали. У нас некоторые элементы 1910 года остались внутри некоторых зданий современных. Данная стена была наружной и являлась как бы уличной. Но так как она в свое время вошла в состав здания, мы ее сохранили в любом случае полностью и не стали применять никакие современные материалы, чтобы штукатурить и все прочее. Это были окна. А теперь это ниша, где будут фотографии опять фабриканта Полякова. Фабрики, семьи и те здания, которые непосредственно были построены им не только как фабрика, а как социальные объекты. Мы хотим, чтобы люди этим гордились. Одному это сделать невозможно с точки зрения, да, подбирался определенный коллектив, да, определенные люди, которые меня слышали и понимали. Мне очень хочется выразить большую благодарность это нашей администрации лично, Алексею Васильевичу Валову и председателю Совета депутатов Надежды Владимировичу Суровцы за ту поддержку, внутреннюю поддержку, потому что когда они мне сказали, что это надо, и что ты молодец своей командой, что ты решился на эти вещи, потому что затраты очень большие, я очень благодарен этим двум руководителям. Вот такая вот история в центре Щелково. Спасибо и низкий поклон. Ваше мнение. Да, когда мы говорим о том, что вот есть социально-ориентированный бизнес, да, мы говорим о том, что есть у нас, кстати, в Совете депутатов, я могу назвать, допустим, Салис Дабыч Каракотов. Возглавляет он, да, наш Щелковский Аграхим. И это человек, который не просто крупнейший, одно из крупнейших предприятий, да, в городе Щелково возглавляет, он еще и поддерживает различные инициативы. Ну, допустим, проведение у нас было бала выпускников. Он финансово участвует в этом. Там 9 мая, проведение 9 мая, дня празднования Щелковского района и города Щелково. Александр Валентинович, когда подошел со своей инициативой и сказал, вы знаете, мне настолько обидно, что в нашем городе Щелково вот эти вот странички, живые странички истории, когда мы идем по улицам города, они практически не сохраняются. И вы знаете, что это желание? И показывает мне альбомы. Вы знаете, я так загорелась и говорю, Александр Валентинович, вы большой молодец, ведь он это все реставрирует за собственное счет. Да, это его здание, но можно эти здания оставить и в том виде, в котором они были. Ну вот соседние здания, они не его, и я боюсь, что у них будет совсем другая судьба. Ну, знаешь, Ирина, мне кажется, нужно, чтобы вот такие ответственные люди, которые думают не только о себе, которые думают о жителях, о подрастающем поколении. Потому что как часто мы приезжаем на экскурсии в различные города, да, у нас, в Подмосковье, в России, за рубежом, и мы восторгаемся теми объектами архитектуры, которые там построены, которым более ста лет. И вот я очень рада, что у нас в городе Щелково сейчас наши предприниматели, депутаты районного совета реализуют такую программу и будут, я думаю, в дальнейшем реализовать. Он очень хороший пример показывает. Потому что если вот эту вот часть города Щелково, ведь там очень интересные дальше здания есть, с одной и с другой стороны, таким образом облагородить эти здания, это будет, мне кажется, тоже определенный центр притяжения всего микрорайона Заречный. Мне так кажется. Это очень важно. Почему, вы знаете, к истории с таким трепетом относятся за рубежом, сохраняя вот прям, я не знаю, каждый кустик порой, какую-то, я не знаю, оградочку. А мы так походя к этому относимся, нельзя, нужно сохранять. Вот стараемся, стараемся вместе с депутатами. И там у него сейчас, ведь там не обязательно торговые павильоны, там у него сейчас кружки, секции, там что-то там, не школы искусств, но вот творческие какие-то коллективы, иностранными языками ребята занимаются. То есть вот тоже такая социальная направленность этого здания, не только на то настроено, чтобы зарабатывать деньги. Нет, вы знаете... А просто сохранить. Я когда, простите, перебью, когда смотрела на эту всю красоту, подумала, что вот у нас в городе осталось старых зданий, это музей, Челковский историко-краеведческий, ваше здание, основа-то она все-таки старая, ей тоже было, это тоже до начала 20 века, нет, боюсь соврать, может быть, даже раньше. Просто внешняя оболочка уже нанесена была, чтобы оно стояло крепко, и чтобы вы в нем работали. Советская 19, так называемая. Но оно в состоянии-то в каком? Мы просто говорим, мы говорим, и вот есть еще вот на другом берегу, есть еще теперь фабричный корпус, который не фабрика, который социальные учреждения, что там квартиры там давали работникам, как Александр Лунинтенович сказал, потому что социальные объекты раньше фабриканты строили. Дело в том, что мы вот тоже с Натальей Владимировной Богдановой разговаривали с директором нашего музея, и ведь очень интересная информация, а то, вот правильно сказал Александр Валентинович, что вот эти несколько фабрик, которые были расположены, они строили целые фабричные городки. То есть там были и больницы, и детские сады, и жилье для рабочих. И вот эти здания, как ты правильно говоришь, это все, что у нас за Троицким собором вот здесь. И, конечно, хотелось бы постепенно восстановить. Но вы знаете, мешок зерна начинается с одного зернышка, которое туда попадает. И вот я рада, что это зернышко попало, потому что, честно говоря, вот мы не так давно с Александром Валентиновичем были в поездке в наш город по братьям, я видела, насколько он смотрел, понимаете, смотрел на экстерьеры домов и говорил, ой, вот здесь вот мне ковка понравилась, мне кажется, она вот подходит к тому веку, и мне кажется, что это можно применить. Но это все-таки уже, знаете, это совсем другое отношение к своему городу, к месту проживания. Вот мне хочется, чтобы у нас большинство людей так относились. Потому что есть у нас современные объекты, есть эта улица Парковая, да, она такой более современный вид имеет. Должны быть также вот такие исторические уголки. Как правильно сказал Александр Валентинович, чтобы будущие поколения гордились. Совершенно верно. Еще раз спасибо большое ему за эту работу. И дай бог успехов. А я вот почему-то хочу, чтобы мы с вами не говорили больше о строгой бумажной депутатской работе, а перешли к тому, что вы только что упомянули. Это поездка в город по братьям Хемер. Установление регулирования по братьямских отношений Щелковского района и других городов и стран, это тоже в полномочиях Совета депутатов. И в прошлом году вы, Надежда Владимировна, подписали соглашение об установлении по братьямских связей со славянским городом. Цель это в мае дело было. А в сентябре вы ездили в качестве руководителя делегации на масштабные празднования 25-летия дружбы Щелковского района и города Хемеров. В новейшей истории это наш первый по братьям, 25 лет назад, соответственно, у нас появившийся. Я предлагаю посмотреть, как дело было, но ваш комментарий при этом. Давайте смотреть. Прямо при просмотре? Прямо при просмотре, да. Ну хорошо. Так будет живее. Город Хемер, Германия. Земля северной рейн-Вестфалии. Мы нарезали несколько мероприятий, основных, которые были связаны с этим праздником. Знаете, всегда, вот, кстати говоря, сейчас выступает казачий хор. Дело в том, что рядом находится город Изерлон, в котором достаточно большая вот такая русская диаспора. И вот Хемер, Изерлон, они пропагандируют там наше русское искусство. И причем это все воспринимается великолепно жителями города Хемер. Вот они выступают на днях осени. Вот вроде как сложная такая геополитическая обстановка, да. Какие-то там санкции, какие-то там еще меры принимаются, кого-то куда-то не пускают. А у нас как вот дружба продолжалась, что с немцами, что с литовцами, что с финнами, что с латышами. Так и ездим друг к другу в гости. И все остальные тоже. Ну, кроме там... Это мы подарили от нашего района подарки городу Хемер. Это были виды Санкт-Петербурга и Москвы. Вот там гравюры нашей художницы Ирины Воробьевой. Здесь вот празднование, показано празднование. Достаточно, вы знаете, такой у них хороший праздник, где люди ходят, как бы, ну, типа ярмарки у них. Очень много людей. Очень много людей, которые приходят. Концерт. На этом концерте, кстати говоря, ну, как бы... Вот одно было такое вот важное официальное мероприятие, где вы в «Золотой книге» записи оставили о событиях. Вместе с бургомистром. Да, с бургомистром Михаилем Хармут. И представитель консульства России в Германии. Ну, а мне бы повезло это все зафиксировать. Кстати говоря, вот это мероприятие... Дело в том, что очень трепетно немцы относятся к сохранению памяти. Ведь в городе Хемер был один из крупнейших сталагов, концлагерей, в котором погибло очень много русских, советских солдат. И они сохраняют память. Они в великолепном состоянии. И памятник, и само захоронение находятся. Постоянно мы приезжаем, возлагаем цветы. А дерево? Дерево, оно как раз на аллее дружбы, которая вдоль дороги... Березовая аллея. Вдоль дороги, которая ведет к этому мемориалу. И первые деревья сажали 25 лет назад наши люди. В рамках 25-летия наши художники привезли выставку своих работ. Это Александр Иванович Бегулов. И вместе с тамошними художниками все это выставляли. Это вот интересная колоритная группа. Предприятие в Хемере. Смотрели, знакомились. Причем это очень полезно. Вы знаете, обязательно, когда идет делегация, и когда каждый из нас у друг друга берет что-то. Не только увеселение. Какое увеселение? Вот мы здесь, понимаете, мы задаем вопросы. Мы задаем вопросы, которые касаются, допустим, социального пакета для работников и так далее. Мы видим, как благоустраивается город. Когда они приезжают к нам, они точно так же учатся у нас. И, между прочим, в последнее время они говорят, что Щелковский район, город Щелково развивается очень интересно, очень сильно. И порой они даже говорят, знаете, у нас немножко берет зависть. Допустим, у нас в Хемере мы даже не можем мечтать о таком перинатальном центре, который построен у вас. Что у вас каждый год появляются какие-то новые улицы, у вас каждый год появляются какие-то замечательные объекты, которые нам приятно посещать. Ну вот в этом году мы открыли набережную юности, мы открыли выставку военной техники. Правильно? Мы дальше продолжили и показали гостям, как изменилась улица Парковая. Для них это очень большой объем работ, поверьте мне. Такое не реализуется в основном ни в одном из городов-побратимов. А вы же помните, что очень важно было каждое мероприятие, которое в эти три дня проводилось, будь то концерт днем или вечером для молодежи, или выставка художников, ну все мероприятия, на каждом мероприятии обязательно объявляли, что оно посвящено 25-летию дружбы с городом Щелково. И никто ни слова против не сказал. Ирина, я говорю, мы же ходили по улицам города, мы как бы улыбались, общались, и нас уже как бы воспринимали. Это идет русская делегация, нигде я не видела ни настороженного взгляда, нигде я не видела отторжения. И вот это то, о чем мы говорим всегда, народная дипломатия, которую заложили, между прочим, в городе Щелково и в городе Хемер руководители, так сказать, много лет назад, 25 лет назад, они заложили именно для того, чтобы образовывались дружеские связи, которые не разрушат ни одна очень высокая политика, понимаете? И вот мы порой встречаемся, говорят, ну знаете, там высокая политика высокая, санкции с санкциями, но на самом деле мы уважаем, любим друг друга, мы дружим с друг другом, мы обмениваемся своими какими-то культурными достижениями, едут художники, ехал хор, между прочим, православный хор детский, который исполнял там музыкальные произведения. Понимаете, это очень важно, очень важно. И они же и сами приходят. Вот пару лет назад пришли поляки, у нас грозенские поляки, да? Они сами пришли. Очень интересно. Словянцы сами пришли. У нас же, да, за последние годы, между прочим, за последние три года у нас от Словакии предложения, от Словении предложения. Уже подписаны. Да. Значит, польский, как бы, грозенский повет, ну типа района, у нас были дружеские связи, раконевицы. Вот. А грозенский повет, они сказали, мы хотим с вами тоже дружить, мы хотим общаться. Но это очень много зависит от личности, которая стоит во главе муниципалитета. Потому что вот с раконевицы отношения, ну как бы, прохладные стали только из-за того, что там поменялся мэр этого города. Ну, к сожалению, вот из всех наших отношений сейчас практически не проходит никакого обмена. Это с нашими украинскими побратимами. Ну, вы знаете, я думаю, что история как бы продолжается. Расставит все по местам. И все расставит по местам. И я думаю, что эти дружеские связи, они дальше сохранятся все равно. Потому что я все-таки верю в добро, я верю в разум, я верю в справедливость. Литва, Ширвинский район. Тоже некоторое время были определенные нестыковки. Одно соглашение закончилось, новое не подписывали. Но общественная палата, ну это я уж так вот упрощаю, тамошняя, вышла с предложением с нами дружить. И все продолжается. Наша делегация приехала в Ширвинский район, где, в принципе, на официальном уровне, вы знаете, как бы сейчас со стороны правительства Литвы был очень прохладный прием, практически его не было. Но общественники, которые объединились, они сказали, а мы хотим. И они сами за средства своего общественного фонда приехали к нам на празднование Дня района, Дня города. Они нас сначала пригласили туда, тоже за средства своего фонда пригласили у нас в гости. И остались в восторге. Это важно, понимаете, это те связи, которые не разрушат. Они сказали, мы не знаем как, но вы приезжайте, мы что-нибудь придумаем. Хорошо придумали, просто отлично. Фильм на сайте Щелковской утилитии, можно посмотреть. А нам надо заканчивать наш эфир вот на такой вот радостной ноте. Приходите еще, Надежда Владимировна, мы найдем о чем поговорить. Я еще хотела отметить, что все-таки и благодаря тому, что идет общая такая тенденция, я считаю, что и у нас в городе, и у нас в районе работа всех органов власти муниципальной направлена на то, чтобы жителям жилось хорошо. Конечно, может быть, не все сразу может получаться, но об этом говорят и наши праздники, и те реальные дела, которые мы с вами делаем. Спасибо, Надежда Владимировна, за то, что пришли к нам сегодня. Это была программа «Диалог». Всего доброго, оставайтесь на Щелковском, нам важен ваш интерес. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова